сегодня интересный ремонт. это ручка и блок питания для маникюра. фирма стронг это стронг 204. это ручка стронг 105 л. это копия. ремонт точно такой же как и оригинал. ремонт точно такой же и та же самая проблема. суть в чем что и тот и тот отправлялся в сервисный центр и блок питания в сервисный центр отправляют. в сервисном центре сказали что вот это ремонту не подлежит. а плата управления вышла и строила. я думаю какая же там плата управления. очень простейшая. как ремонту не подлежит вообще не понятно. но это я уже сейчас знаю. потому что разобрал. а это сказали нужно все поменять и будет стоить 4000 гривен ремонт. 100 долларов очень дорого. даже если они поменяют 4 подшипника. но дальше я вам покажу что здесь я порекомендовал поменять всего один подшипник. здесь здесь вообще все просто было в оригинальной копии. я покажу на копию. она собрана. но я снимаем откручиваем щетки. желательно наверное. и заодно и проверить. хотят сточили щетки или нет. если открутили и пружинка его отталкивает. видите. отталкивает. значит он полностью еще не съелся. еще у него длины хватает. чтобы пружинка еще может вот на такое количество его туда придавить. и с ним все в порядке. снимаем с обоих сторон щетки. откручиваем вот эти два винтика. и поддеваем. можно вот отсюда отверточкой плоской. после того как вот эти два винтика открутите. вот отсюда можно корпус столкнуть или вот здесь вот подковырнуть. и снимаем вот этот блок. это блок подшипника. покажу на уже разобранном. вот таким образом он туда входит. и когда выходит у вас здесь остается подшипник. его нужно под замену. на той копии подшипник вообще хорошо ходит. только немножко такой когда никакого люфта никакого биения. но когда крутишь он просто едет и слышно что он так шелестит. я порекомендовал просто смазать. сепаратор снял иголочкой поддел. положил смазку и еще будет работать. здесь же слышно и при работе что он гудит. но и я разобрал. сказали что весь разбился и весь требует ремонта. ну я вот вот так вот снимается. якорь просто берете снимаете. этот подшипник вообще в идеальном состоянии никакого люфта ни в какую и даже не шелестит. ну а этот чувствуется что он шелестит и уже даже так хрустит. можно так сказать. этот подшипник под замену. значит подшипник 3 внутренние дебиометры. 8 наружный и 4 8 миллиметров наружный и 4 миллиметра в толщину. заказываем японской инска и ставим. обязательно оригинал для этого в какой-то крупной фирме по продаже подшипников. например вы если это крупная фирма и вы позвоните туда и спросите у вас там оригинал или не оригинал. скажут что у нас не оригинала даже не бывает. мы таким не занимаемся. но это должна быть крупная фирма дистрибьютор который занимается поставкой импортных оригинальных подшипников. ну в общем то и все. замена одного подшипника причем простая. я разобрал и этот блок. там два подшипника. ну раз сказали что весь разбитый то я уже даже его разобрал. тут он как бы несложно. вот это откручивается. здесь как-то так вышел. тут это осталось в копии как-то все по-другому. вот это отдельно снялось. ну и вот таким образом есть доступ к подшипникам. здесь вот так вот отжимаете отодвигаете подшипники и смотрите в каком он состоянии. абсолютно в идеальном состоянии подшипник с этой стороны. ну собственно и точно также отжимаете сюда вот этот и щупаете в каком состоянии этот подшипник. тоже мне показалось в идеальном состоянии и этот подшипник. поэтому не вижу смысла замены. я не вижу. поэтому порекомендовал хозяйке замена только одного подшипника. если хозяйка захочет и скажет меняйте все. вопросов нет. но я рекомендую замену только вот этого одного подшипника который есть в продаже. вопросов нет. он около 3 долларов стоит. за что здесь за ремонт 100 долларов честно говоря я не могу себе представить. но на самом деле ремонт несложный. меняем подшипник вставляем и все работает. с этим тоже блок питания полностью рабочий. я просто припаял и вот сейчас могу показать. собираем копию. уже я его смазал. отрегулировал. есть тоже есть регулировка подшипника. так и включаю. вам показываю что все работает. аккуратно чтобы нигде ничего не замкнуть. со мной такое бывает если я не аккуратен. все работает. на этом все. подписывайтесь на канал. делайте комментарии потому что возможно вы как-то по-другому видите этот вопрос. подходите к замене подшипника возможно по-другому. напишите как вы это делаете. ну а если видео было интересно поставьте лайк. подписка. мне будет приятно что этот канал достигает своих целей. увидимся на канале миру.